Нит, фамилия Четыреков, с Женей уже не работал с вами, но иногда поделюсь с вами теми, не знаю, теми средствами, теми знаниями, которые получал из других компаний, вот, и иногда рассказываем те практики, которые рассказываны на других лекциях, на других презентациях, на других мероприятиях, вот, давайте поговорим сегодня о всем известном 12Factor App, вот, как мы можем вообще, в принципе, принести в нашу модную жизнь микросервисов, и как с ним можно работать на базе микросервисов. Если честно, 12Factor, насколько я помню, был провайдером 12Factor, было Heroku, и все именно обоснования 12Factor, Heroku как бы пропагандировала под себя. Ну, так как у нас есть очень модные клауды, AWS, Azure, сейчас к ним уже очень близко подбирается Oracle Cloud, то все больше и больше вариантов использования 12Factor можно уже использовать и в клауд-системах, поэтому даже один из таких бест-пунктов о 12Factor уже вынесен в сам introduction, который есть на сайте 12Factor.com, да, и вы уже можете его там сами прочитать и ознакомиться. Вообще, в принципе, если мы говорим про 12-факторный аппликейшн, то из него я бы выделил бы самые главные пять пунктов, да. Первый пункт – это декларативный формат для того, чтобы мы сделали наш automation в нашем проекте, да, это у нас и идет к снижению времени, и снижению костов, и все будет, просто будет намного быстрее и правильнее работать. Потом мы должны понимать, что у нас могут быть различные операционные системы, и мы должны либо же их как-то контейнеризировать для того, чтобы использовать чистые операционные системы в момент доставки нашего приложения в environment, ну, либо же использовать одну и ту же, одни и те же настройки операционной системы. В pipeline и DevOps используются различные типы, то есть если мы говорим про контейнеризацию самый известный докер, а если мы говорим про один и тот же тип операционной системы, то это design configuration, если про Azure, ну, либо же Ansible, хотя сейчас Ansible уже тоже поддерживает и Windows-based application. вот тот пункт, про который я говорил, что deployment должен уже быть поддерживаться современными клауд-платформами, также у нас должна быть минимальная разница между development и production, и мы должны очень легко скалироваться, и это все у нас описано во всех 12 факторах, поэтому сейчас мы быстренько про них пройдемся и все узнаем. Я постараюсь про это говорить теми, теми, я не знаю, теми выражениями, пунктами, как я это понимаю, если где-то я в чем-то могу ошибаться, всегда можете мне прерваться, сказать, чувак, стоп, ты не прав, это совершенно другой вид, ну, разберемся. Итак, у нас для одного предложения у нас должен быть один репозиторий. Если честно, у меня в практике было такое, что в одном репозитории у меня хранились как бы два сервиса. Один сервис предоставлял данные для коннекта между API-ами, а другой предоставлял данные для их аутентификации. В результате того мы разделили это на два различных репозитория и получили себе два микросервиса, которые мы могли легко скалировать, и наше предложение, оно заработало просто в несколько, несколько десятков раз быстрее, потому что получение данных между тем же самым Azure Vault и передачей этих данных в pipeline для деплоймента у нас происходило очень долго, и если в этот момент у нас еще происходили разные задержки, связанные с предоставлением различных API с других систем, то некоторые задержки достигали порядка полутора секунд. Очень долго, никому не нравилось, когда мы это все раздевили, все стало работать намного быстрее. Следующий пункт это у нас зависимости. Во-первых, как я уже упомянул, у нас есть зависимости, связанные с самими операционными системами, поэтому я считаю докер в виде его разграничения на базе namespace для различных типов процессов, связанных с ограничением типа использования памяти, типа использования шар и дискспейсов для дискового namespace. У нас это одна из самых важных причин. Также все зависимости, к примеру, такие как системные зависимости, у нас должны быть предпочтены в манифесте зависимости. Яркий пример для Java-based application манифест зависимости, это POM для Мавана, и все должно в нем храниться. Также здесь еще такая тонкость есть. Все зависимости должны быть изолированы. У нас не должна системная библиотека просточиться внутрь зависимости. С этой стороны, иногда мы имеем для некоторых фреймворков, например, там Quarkus, это Java-фреймворк для разработки микросервисных приложений от Red Hat, он иногда позволяет себе делать исключения. И некоторые системные библиотеки являются библиотекой лейзи-инциализации, которая у нас все-таки попадет внутрь вашего пакета, но это сделано для того, чтобы у нас был более высокий старт и более высокая скорость скалирования наших приложений. Следующее. Вот самый интересный момент, который, в принципе, здесь даже представлена такая не очень хорошая картинка, но в любом случае мы должны понимать, что есть у нас конфигурация. И очень часто многие девы, да, они стараются сунуть конфигурацию внутрь кода. Но следует сразу же понимать, что код не должен зависеть от окружения, а конфигурация как раз должна зависеть. Поэтому мы можем просто использовать тип конфигурации, в данном случае environment type, тип development, test, stage. И к каждому из них мы можем использовать заранее подготовленный набор конфигураций. Это, во-первых, нам приводит к тому, что у нас мы имеем в себе автоматический менеджмент конфигурации. Также мы подходим к такой методологии, как git operations, git ops, когда у нас вся конфигурация менеджмента из одной точки управления, из нашей VCS-системы. И в любом случае, еще раз то, что я уже говорил, код у нас не должен зависеть от окружения, а вот конфигурация у нас должна зависеть. Поэтому очень важный этот момент. Здесь у нас указан apk, который, в принципе, может попадаться в конфигурацию. Вообще, я считаю таким образом, что если вы можете положить ваш код куда-нибудь в открытый репозиторий, при этом у вас не будет никакой компрометации ваших личных персоналов, учетных записей, либо что-то такое, то в таком случае вы поступаете правильно. И у вас как раз поддерживается принцип конфигурация, это свойство среды выполнения. Поэтому, если вы предложите вашим коллегам, скажете, что их код можно положить в тот же самый паблик репозитории ГИТА, и все у них будет хорошо, то да, код соответствует 12 факторам. Там довольно известны всем параметры, которые называются локальные и сторонние службы. И здесь есть очень-очень яркий пример, как мы можем всегда это проверить, что мы соответствуем всем этим службам. То есть, если мы, к примеру, изменим нашу локальную базу на какой-нибудь high-valiable SQL, который есть сейчас у SQL, который у Microsoft, который представлен в виде контейнерной структуры, то нам не придется ничего менять в нашем коде бейсе. То есть, это хороший параметр, так как мы можем это проверить. Поэтому от этого параметра, кстати, у нас еще может зависеть еще один из пунктов, это так называемый процесс для 12-факторной аппликации, ну, и мы подойдем чуть-чуть попозже. Следующий пункт — это у нас разделение сборки, релиза, выполнения. Ну, в этом случае мы должны понимать, что здесь в этой картинке не хватает еще одного параметра, как дизайн, потому что перед тем, как мы пишем код, мы должны понимать, что мы пишем, зачем мы это пишем. Вот. Но здесь очень ярко представлен сам парадигма DevOps, да, это парадигма CI, CD, CD. То есть, у нас есть наш код. Это наш самый первый этап, который мы должны собрать. То есть, мы должны преобразовать какой-то binaries, в котором мы добавим все наши зависимости, мы соберем файлы, мы соберем их там, положим в какой-нибудь exe-файл и сможем его запустить внутри нашего контейнера. Но перед этим у нас будет такое понимание, как релиз, в котором мы должны будем на базе наших конфигов собрать версию релиза с всеми сторонними и локальными службами, которые нам нужны для нашего исполнения. И после этого у нас уже пойдет сам процесс выполнения. Поэтому, да, мы разрабатываем наш микросервис на больших сетях 12-факторной аппликтичной, ну, должны быть строго, например, разделять эти все этапы. То есть, самое правильное понимание, что сборка должна быть инициирована разработчиком в момент того, как он готов добавить свои изменения. И, ну, уже после этого, после того, как эта сборка и релиз инициированы, уже изменения внести нельзя. Давайте дальше пойдем. Дальше у нас процессы, точнее так, приложение — это есть набор процессов. И если мы говорим про микросервисную архитектуру нашего приложения, мы должны понимать, что оно может состоять из различных типов бизнес-логий. То есть у нас есть, в части нашего приложения есть различные типы аксессоров, которые отвечают за конфигурацию и доступ к различным API, к различным endpoint для обмена данными. все процессы у нас являются таким пониманием, как stateless. То есть они могут сохранять свои данные в текущий контейнер, но мы должны понимать, что если мы сохраняем какие-то пользовательские данные, тогда мы должны сохранять на какой-то state. внутри контейнера при его, точнее, внутри нашего процессора при его рестарте этих данных не будет. И эти данные мы потом можем, будем забрать из какого-то постоянного хранилища данных, с любого подключаемого внешнего ресурса, в котором эти данные могут храниться. Ну, в этом случае еще стоит отметить, что есть такое понимание, как сессии пользователя, и эти сессии пользователя должны храниться где-то в каком-то кэше, не знаю, в каком-то stateful для того, чтобы при следующем подключении пользователя, чтобы он мог подключиться к другому процессу, но именно он имел свой state, то есть именно его текущую сессию, в которой он уже работал. Это достаточно важно, и потом при архитектуре, и при написании 12-факторного аппликейшна эти процессы должны быть внутри. портбиндинг. В принципе, я считаю, что это такое понимание того, что приложение не должно зависеть от сервиса. К примеру, мы можем запустить спинговое джава-приложение внутри джете-сервиса, создать стандартную варку, и оно будет работать. То же самое, как же мы можем внутри на патче запустить PHP-приложение, и оно будет работать. Обычно это реализуется в виде добавления зависимостей. К примеру, мы в джете добавляем в виде зависимости в джава-код, и используем джете-сервис внутри нашего аппликейшна. И при этом все экстренные коннекшены у нас происходят через какой-то роутер, который попадает внутрь нашего процесса, который нам предоставляет открытый порт для работы с ним. Здесь следует говорить о масштабировании с помощью процесса. Картинку я, если честно, взял с хабра. Но здесь представлен яркая радость из-за того, что у нас есть различный тип масштабирования. То есть, если мы будем масштабировать большими блоками, то никаких ресурсов у нас не хватит. И мы можем масштабировать именно только те процессы, которые нам необходимы в данный момент. К примеру, мы имеем нагрузку из нескольких десятков миллионов пользователей, которые разово заходят на наш процесс, отвечающий за фронт-энд. Мы можем замасштабировать этот процесс, но при этом у нас останется неизмененным количество наших подключений к Stateful на базе SQL-сервисов, тех же самых микрософтовских, либо же тех же самых каких-нибудь Azure дисков, либо же S3, этих сториджей, в которых будем сохранять и хранить данные. Но именно в бэкэнд-процессах количество у нас останется неизменным, а количество фронтов, которые нас будут обслуживать наших подключенных пользователей, мы можем увеличивать их горизонтально в том количестве, которое нам необходимо для того, чтобы каждый пользователь имел в себе бесперебойную структуру обслуживания данных. Ну, тут есть такой важный нюанс со стороны. Если когда-нибудь вам приходилось работать с Windows-бэйс-контейнерами, вот, то здесь важно, что все процессы, которые у вас находятся внутри этих контейнеров, они не должны быть типа как демонами, да? Они должны просто выполняться, но не запускаться отдельно. И вот менеджер вот этих процессов, он должен контролировать именно сам поток вывода приложений. Ну, а также он должен быть там какой-то метод реагирования на состояние вот этого процесса, то есть на его ошибки, на его падение, на его расставки и, соответственно, его дальнейшую работу. Вот как следствие из этого всего идет следующий пункт – это корректный старт и стоп наших процессов. Что здесь важно и что здесь мы должны отметить? То есть, если мы говорим про контейнер-бейст-аппликейшн, есть различные типы мониторинг-систем, которые, к примеру, понимают о состоянии контейнера. А если мы говорим про, к примеру, такие известные типы мониторинг-систем, как Prometheus, либо же Prometheus, и, с другой стороны, от него, скажем, там, какой-нибудь, не знаю, что там, используется. Я просто помню, что чаще использую. Плох-вотч, или, точнее, Клауд-вотч. Вот. Клауд-вотч, в принципе, не знает о состоянии стейта контейнера. То есть, если он увидел, что контейнер с ID, какой-нибудь AABBCC у нас он завершился и запустился заново, он нам будет об этом сообщать. Но Prometheus знает у нас о том, что у нас происходит состояние стейта этого контейнера, и этот вопрос нам сообщать не будет, потому что он понимает, что контейнер запустился, но именно поток данных происходит быстрее, идет именно просто через него. Поэтому, как бы, именно само логическое следствие того, что мы должны как можно максимизировать надежность с помощью процессов, и для этого мы должны их максимально быстро уметь запустить и максимально быстро их уметь остановить. Иначе мы будем уметь себе так называемый ресурс-оверхед, нам придется добавлять какие-то виртуальные ноды внутрь нашей системы, которая занимается ордестрацией. Это ведет к увеличению стоимости использования наших ресурсов, увеличивать стоимость использования нашего приложения. Следующий пункт у нас равнозначность TF в продах и стейджинга. В этом случае я люблю говорить про такое понимание, как время, люди, инструменты. То есть код должен, по поводу времени, что этот код должен попасть в рабочую версию сразу же после того, как разработчик его написал, либо же через несколько часов, то есть какой-то заданный промежуток времени, после того, как разработчик его написал. Люди, именно сами разработчики, должны применять участие в развертывании своего кода и следить за тем, как он работает. Ну и, соответственно, инструменты. К примеру, среда разработки должна максимально соответствовать среде тестирования. Из тех решений, которые сейчас есть на рынке девелопмента, которые позволяют или ускоряют данные решения, вот со стороны клаудагностик систем я вижу Jenkins X, а со стороны клаудагностик, то есть в Azure есть девелспейсы, которые также позволяют быстро управлять и быстро с этим работать. Поэтому, если у вас есть какие-то видения свои по поводу того, как можно ускорить эту работу, или, точнее, вы хотите ускорить эту работу, то посмотрите в сторону этих двух систем. Я уверен, что они вам очень сильно помогут. По крайней мере, если вы имеете себе там клауд-депенденси на базе Azure и вы разрабатываете контейнер-бейст-приложения, то именно девспейсы для ATS вам просто будет то, что вам надо. По поводу логов. Лог в данном случае по 12-факторной комплектации следует понимать именно как поток событий. И, соответственно, к нему надо обращаться как к потоку событий. И приложение не должно только само там записывать что-то в файл логов или как-то управлять этими файлами, то есть иметь какие-то зависимости от ограничения дискового пространства либо по ограничению скорости записи. В общем, основной принцип заключается от того, что 12-факторное положение должно выводить свою лог-работу в стадоут. И уже какой-то менеджер, ну, в данном случае это какой-то лог-анализер либо какая-то логированная система, тоже самое ELK, либо что-нибудь такое, должен направлять, точнее, должен брать эти логи, уже их обрабатывать. А менеджер уже сам должен направлять эти логи систему анализа, там, архивирования, что-то с ним должно происходить. То есть все логи у нас попадают в стадоут, они нам не мешают работать в наше приложение, ну и, соответственно, имеют различные дипперы в своей работе. То есть в зависимости от типа среды у нас есть представление типа вывода логов, и эти логи у нас обрабатываются различными обработчиками, сигнализируя нам о различных ошибках, различных системах управления и тому подобное. Ну, к примеру, из этого всего, то есть, к примеру, можно привести пример, когда логи в Dev Environment, точнее, в среде, в которой занимаются разработки разработчик, они просто выводятся в консоль, и он просто их может напрямую просматривать, то есть, производят дебаг системы и дальнейшего разработка. Вот. Аж посмотрим к последнему, к такому последнему пункту, 12 факторов, здесь такую картинку подобрал, Windows Task Manager, и там есть такой интересный вариант администратора. Почему подобрал, и почему считаю, что эта картинка тоже характерна, это все описывает. К примеру, у нас есть какие-то разовые процессы администрирования, к примеру, Database Management, Database Migration. Эти процессы все должны подчиняться тем правилам, так же, как и остальные процессы. То есть, первое, код должен лежать в репе, и так же, как он находится в репе, он должен соответствовать коду основного нашего приложения. Все зависимости должны быть объявлены в основном манифесте. Причина этому, соответственно, очень проста. То есть, у нас процесс, который у нас запускает наш процесс администрирования, он должен быть выполнен при обычном развертывании. К примеру, вы иммигрируете, то есть, вы или вы добавили дополнительные поля в ваш бэкэнд, точнее, в вашу базу и бэкэнд для того, чтобы их развернуть. В бэкэнде вы добавили какую-то часть Database and Code, и вот этот процесс должен развернуться в момент того, как у вас бэкэнд будет роллаутиться. Также конфигурация задач должна храниться в переменных окружениях. То есть, если мы говорим про DevEnvironment, девелоперы намного легче будут самому добавить какую-то новую таблицу, новое поле в таблицу данных. Но вот уже в таких средах, как Test, Stage, Prod, уже эти все данные должны соответствовать в виде Database and Code, и в зависимости от типа переменного окружения не должна попасть внутрь этого environment и выполниться внутри него. Ну и то, что я еще говорю, всегда говорю, что мы должны всегда понимать, что у нас должны быть как можно близкие типы наших окружений. это Dev, Test, Stage, Prod должны как можно ближе быть похожи друг на друга, чтобы у нас не было большой разницы в разработке нашего процесса. Все данные принципы... я нашел такую интересную картинку, засунул ее в эту презентацию, вот, и единственное, что хочу вам сказать, что если у вас есть возможность, или точнее, если у вас есть желание, использовать эту презентацию себя в виде, как шот, хауту, или такой подскочек для разработки 12 фактовных приложений, и, не знаю, по крайней мере, мне всегда это помогает, даже на тех проектах, куда я прихожу, всегда мы можем подискутировать с различными людьми о том, что нам лучше сделать, чтобы наша микросервисная архитектура нашего приложения была, соответствовала бэш-практисам и правильно работала. Как бы на этом все. Все, что я сделал, у меня базируется только на одном сайте, 12factors.net, всегда можешь на него зайти, увидеть то же самое, но в более развернутом и в более, не знаю, англоязычном формате, чем то, что я рассказал. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо. Отличный заклад. Пожалуйста. Всегда рад вам что-то рассказать, что-то подсказать, что-то интересное. Если есть вопросы, уже не есть мои данные, надо поделиться с этой презентажкой, и вы всегда сможете их напрямую задавать. Спасибо вам, коллеги, большое. Вам удачного дня. Всем пока. Не спрашиваю. Не спрашиваю.